Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. Сегодня у нас насыщенный день, это уже третья программа. Сегодня, ну и самое знаменательное, поскольку после перерыва, связанного с каникулами летними, к нам опять вернулась женская гостиная во главе с ее хозяйкой Анастасией Хручинской. Ну и у меня на экране гости, как всегда у Насти есть гости, замечательные люди, с которыми мы уже не первый раз встречаемся и на страницах или на волнах нашего интернет-портала центра Сангейтс. Это Наталья и Рустам Хамитовы. Ребята, рад вас приветствовать. Добрый день. Доброе утро. Да, спасибо. Доброе утро, Чикаго, доброе утро, Калифорния, поскольку у нас-то еще только 11 часов утра, в Калифорнии вообще 9 часов утра, ну уже день наступил, полдень наступил на восточном побережье, а в это время в Москве, 7 часов вечера. Настя, приветствую тебя с возвращением. Миша, здравствуйте, мои дорогие Наташа и Рустам. Я безумно благодарна вам, что вы в новом сезоне практически стартуете со мной этот новый сезон наших программ «Женская гостиная». Это безумный подарок для меня, особенно вот у меня недавно был день рождения, и я считаю, что это как раз вот мне подарок. Спасибо вам огромное, что согласились принять участие. Миша, вам тоже спасибо большое за представление, я очень рада, что мы снова... Да, ну и с днем рождения в эфире теперь уже. Спасибо, спасибо огромное, что я, Настя. Вот, и как уже Михаил сказал, у нас сегодня замечательный, удивительный, мои любимые, практически все гости, это Наташа и Рустам Хамитовы, это самая потрясающая гармоничная семья, которую я знаю, и Наташа ведический астролог, психолог, специалист по ВАСТу, гармоничная и успешная женщина, мой идейный вдохновитель, друг, очень близкий. И, в общем, даже я могу вам точно сказать, что благодаря Наташе появилась эта программа, потому что она меня вдохновила на нее, и Наташа с Рустамом, они являются основателями практик-центра РУНА. И Рустам Хамитов, тренер, специалист по семейным отношениям, врач более чем с 20-летним стажем, ведущий авторских тренингов, программ, работы с подсознательными программами, и особенно силен Рустам в семейных программах и в семейных отношениях. Я сейчас хочу добавить, что если у кого-то какие-то проблемы, то это всегда надо к Рустаму, он помогает просто на раз, два, три. И сегодня мы поговорим немножко об астрологии, о том, что нас ожидает в этом месяце августа и вообще в ближайшее время, и как мы уже анонсировали название нашего эфира, август месяц трансформации. Поэтому тема очень обширная, мы будем очень стараться успеть в час по максимуму дать много полезной информации. И самое важное событие, которое, собственно, произошло сегодня, это Юпитер перешел в знак Девы. И, Наташа, тебе слово, наверное, что это такое нам несет, почему август месяц трансформации, вообще что происходит, да, и что же нам ожидать? Ну вот смотри, Настя, и дорогие слушатели, считается, что больше вообще других планет на человека оказывают влияние Юпитер и Сатурн. Они влияют как на здоровье, на благосостояние, на судьбу человека. И сегодня, как Настя уже сказала, наступил новый цикл Юпитера, и поэтому он так важен для нас. Юпитер — одна из медленно двигающихся планет, и она проходит один знак за год. Вот Сатурн в одном знаке находится два с половиной года, и сегодня Юпитер, он покинул дружественный ему знак Льва и перешел в стабильный, практичный земной знак Девы. Это знак Меркурия, и эта планета считается враждебной для Юпитера, но сам знак Девы, он очень благостный, он очень чистый. Юпитер в этом знаке пробудет до 11.9.17 года, то есть мы с вами насладимся этим влиянием около года и месяца. И знак Девы, он очень хорош, он дает очень много интеллектуальной энергии. И значит, обучение в этом году, они выйдут на передний план, и знания все, они будут усваиваться намного легче и проще. И те из нас, кто планировал пройти какие-то курсы обучающие, какие-то тренинги, семинары, может быть, получить второе образование, сейчас очень удачное время начать это, так как нет влияния Раху, и знания могут течь чистыми и сатвичными. Также Сатурн перестает влиять на Юпитер, что тоже очень благоприятно. Также для учителей этот год будет более легким, потому что студенты, они будут прикладывать больше сил, стремления для получения знания. Но мне, как преподавателю, это очень импонирует, потому что последние мои курсы были очень такими тяжелыми. И вот знак Девы, он также связан со служением и отдачей. И если у вас проявлены такие знаки в вашем гороскопе, как Дева, Козерог, Рыба, Телец, или в знаке Девы находится много планет, то этот год вам не забудется. Потому что Юпитер будет очень сильно влиять на вашу жизнь. Я одно дополнение маленькое сделаю, потому что, чтобы мы им об этом не сказали, хотя, может быть, наши радиослушатели уже давно нас слушающие и знающие тебя, и Рустама, знают, что мы сейчас говорим в традиции джойтиш, да, и влияние знаков, оно отличается. То есть те знаки, о которых мы говорим, это не те знаки, о которых рассказывают западные астрологии. То есть мы говорим о том, какой асцендент у человека, да, чтобы просто внести ясность. Мы говорим о том, как асцендент у человека, Луна у человека, даже Солнце у человека, но в традиции джойтиш, это всё, да, Настя. Немножечко здесь будет отличие на Янамшу, на определённую разницу. Поэтому где-то это будет отличаться на знак приблизительно, то есть от традиционного западного стиля. И вот что интересно, Юпитер и Сатурн, они будут аспектировать у восходящих дев пятый и девятый до март. Это будет двойной транзит, о котором очень много писал известнейший на сегодня астролог Кейн Рао. И он говорил, что эта дева может принести рождение ребёнка, удачу и процветание. То есть вот эти вот, конечно, знаки, у кого они проявлены, ну, я думаю, что для вас это будет очень благоприятное время. Поэтому берите быка за рога и, как говорится, не упускайте благоприятный момент. То есть нашим слушательницам, у кого дева и проявлена, да, мы советуем, те, кто думает о рождении ребёнка, то, в общем, самые-самые моменты. Это самое-самое время вообще, потому что, я говорю, это очень благоприятный транзит как для детей, так и вообще для удачи, для процветания. Конечно, для каждого влияние будет своё, но это будет уже зависеть от положения планет. Конечно, в каждом гороскопе от периодов, которые идут у человека, от транзитов, которые идут по его личной натальной карте. Но всё равно Юпитер вышел из-под влияния Сатурна, отдаляется от Раху, больше не будет участвовать в злотворной гору Чандала-йоги. Это была не очень хорошая комбинация, которая замутняла вот эту чистоту Юпитера. Поэтому я думаю, что многим из нас придётся вздохнуть намного более облегчённо, скажем так. Но вот хочу остановиться на таком моменте, на что особенно стоит обратить внимание в этот транзит Юпитера, на здоровье. Потому что знак Девы, его связывают с болезнями, и особенно с болезнями желудочно-кишечного тракта и болезнями органов пищеварения. Но так как я, Настя, знаю, что ты очень хорошо знаешь аэруведу, и ты знаешь, что большинство проблем со здоровьем возникают от плохо переваренной пищи, и поэтому в это время хорошо именно будет заниматься своим здоровьем, и очень нужно внимательно следить за питанием. Особенно тем, у кого слабое будет пищеварение и плохой обмен веществ. То есть, в общем-то, от огня пищеварения практически зависит наше здоровье, поэтому действительно, и сейчас осень наступает, это время как раз чисток, очень полезно это всё провести как раз в сентябре, октябре, просто идеальное время с точки зрения аюрведы как раз. Да, и видишь, как раз даже планеты благоволят для того, чтобы мы держали руку на пульсе, именно на пульсе своего здоровья. Поэтому занимаемся все здоровьем, но бережённого Бог бережёт. И особенно внимательно, ещё раз повторюсь, следим за питанием. Ну, я думаю, ты сделаешь какую-нибудь программу конкретно по питанию в своей женской гостиной, что тоже будет очень актуально именно в это астрологическое время. Также следите за своими финансами, потому что в общем гороскопе его называют Кала-Пуруша. Знак Дева — это шестой дом, это дом долгов, врагов, болезни, ссоры, конфликтов. Ну, опять же, Юпитер — это самая благоприятная планета, которая даёт как материальные, так и духовные блага людям. Кстати, Наташа, извини, ещё раз я тебя опять перебью. Я сегодня слушала прогноз такой американского астролога Джонни Патри. Она тоже работает в традиции джойтиш, и очень известная она в США. И она как раз говорила о том, что вообще она предсказывает крушение финансовых рынков. И особенно октябрь, ноябрь, вот эти месяцы, что для Америки вообще очень-очень актуально. У тебя есть какие-то рекомендации по финансам? Потому что всё-таки нас всегда этот вопрос очень занимает. И как это для нашей страны, для России актуально или неактуально. То есть время на самом деле не самое простое, хотя Юпитер благоприятный. финансам непростое. Однозначно я говорю, ну как бы, потому что я ещё дальше чуть коснусь, тут ещё будет идти влияние затмений, которое именно для России скажется тоже определённым образом. Я чуть попозже Насте отвечу тогда на то, потому что он как раз вот именно кликнется уже с затмениями, именно что с Россией. И ну просто правильно относимся к деньгам, потому что в любой кризис, ты сама понимаешь прекрасно, кто-то преуспевает, а кто-то действительно теряет всё. И когда человек правильно относится к деньгам, не привязывается к ним, правильно жертвует, жертвует хотя бы десятину, то деньги они не уходят от таких людей. Есть гармоничные правила. Ну я думаю, ты тоже расскажешь об этом в другой раз. Помнишь, нам Каджо рассказывал, когда человек использует определённые правила обращения с деньгами, деньги у него всегда есть у этого человека. Я сейчас не хочу просто на этом останавливаться, мы идём в сторону. Хочу сказать, что, ну несмотря, я говорю на то, что меркурианский знак, он не очень дружественный для Юпитера, но всё же это знак сатвы. И поэтому в этот период можно всё равно заметить за собой устремление к порядку, к чистоте, к знаниям, к совершению благостных поступков, к служению другим. И вот всё-таки давайте сделаем акцент на этом в нашей деятельности, в нашей жизни. И тогда, я думаю, что с нами действительно не будет происходить каких-то неблагоприятных вещей. Сейчас вот я хочу коснуться как раз коридора затмений, потому что через неделю буквально мы уже будем проживать затмения. Чаще всего бывают два затмения подряд, а в этот раз будет три затмения подряд. И коридор затмения... Щедрая Вселенная нас радует, да? Да, в этом году щедрый, а год весопосный. Затмение так три затмения. Практически два коридора, да. Поэтому затмение, коридор будет необычный. И всё это будет параллельно опять же разворачиваться с непростым соединением Парса и Сатурна в Скорпионе, про который уже, мне кажется, ну только ленивый из астрологов не рассказывал. Всё это будет длиться вплоть до 18 сентября, поэтому помним о Всевышнем, молимся, занимаемся духовными практиками. То есть живём осознанно. Это самое главное. И в этот раз будет такая последовательность затмений. Лунное затмение будет 18 августа, солнечное 1 сентября, и следующее лунное затмение 16 сентября. То есть получается месяц. Практически месяц. Да, да, мы попали в месяц. Я говорю, ладно, раньше хоть полмесяца, сейчас месяц. И затмения всегда они очень мощные по своему воздействию на землю и на людей. И влияние обычно начинает ощущаться задолго. До этого, как правило, и тонко чувствующие люди, они как бы ощущают это влияние где-то за неделю, за две. Но пик обычно происходит в период где-то за 3 дня до и 3 дня после затмения. Это самое считается неблагоприятное время. Поэтому уже с 15 августа держим ушки на макушке. К тому же с 16 августа солнце поменяет тоже свой знак. Будет с Урия Санкранти. Оно войдёт, правда, в знак своей обители, в знак льва, что для него очень благоприятно. Но первые дни оно будет в Гонданте, и оно будет очень слабое. Затем после 16 сентября, до 30 сентября, будет период Питер Пакша, период почитания предков. Сразу после затмения, после последнего, после будет осенний наваратри. И вот сейчас нам Рустам, наверное, расскажет, как мы должны всё-таки провести вот это время, чтобы оно было для нас благоприятно. Для того, чтобы мы спрогрессировали, конечно, в этом воплощении. И в то же самое время были успешны как на духовном, так и на материальном уровне. И передаю слово Рустаму. Я хотела тоже добавить, что вообще вот такие сложные периоды астрологические, самое благоприятное, что мы можем сделать, это почитать предков. Вообще, когда только какие-то сложности в жизни возникают, я считаю, что сразу нужно к предкам. Потому что как только мы получаем силу рода, мы сразу готовы к трансформации, готовы к изменениям, и нас поддерживают. Потому что это крайне важно. Поэтому сейчас Юпитер — это знак гуру, знак учителя. Наши предки, они тоже учителя. Поэтому здесь, ну, поправьте меня, если не права, но я думаю, что я всё правильно прокомментировала. Поэтому, Рустам, спасибо тебе большое. Будем сейчас слушать твою практику. Ну, практику я дам, наверное, чуть попозже. Просто поговорим, может быть, об этом периоде, который предстоит нам вступить буквально через несколько дней. Влияние уже начинается, потому что за 7 дней, ну, это максимальное количество, кто-то раньше, кто-то позже начинает чувствовать. Вот. Ну, и период действительно для меня замечательный. Я люблю вот эти периоды, потому что это замечательная такая возможность изменить свою судьбу. Вот. То есть, казалось бы, затмения, всё не очень хорошо, и затмения такие достаточно серьёзные. И прогнозы такие, в общем-то, я вот специально полистал интернет перед тем, как наступать, прогнозы разнообразные. От таких лёгких до таких мрачных, и всякие есть. Вот. Но этот период, он действительно даёт возможность трансформации. Вот, любое затмение. А тут у нас предстоит два коридора затмений. Практически первое затмение лунное, потом солнечное, потом опять лунное. Вот. И у нас буквально недавно тоже было, когда там в марте, по-моему, да, то есть предыдущий период тоже лунных затмений. Да, прям на 8 марта как раз вот для женщин специально был подарок. Да. Вот. И тут вот опять. То есть, мы опять вступаем в новый коридор. Для меня прошлое ещё практически не закончилось. Я тогда начал интенсивно работать над собой, над своими программами. И вот до этого коридора у меня прошла такая мощная трансформация, часть которой ты тоже, Настя, видела, Анастасия, да, и на Аркаиме, и по ходу общения. То есть для меня вот этот период, он всегда знаменателен. Вот. И я предлагаю всем тоже, кто просто не хочет плыть по течению жизни, вот, а кто хочет управлять своей реальностью, кто хочет поменять какие-то свои установки, вот, какие-то свои сценарии, то, что у него было раньше, и изменить. Вот этот период, он подходит как раз для того, чтобы быстро это сделать. Считается, что в периоды затмений сила мысли, сила трансформации, она увеличивается в несколько сот раз. Многие пишут даже в несколько тысяч раз. И влияние этого периода, оно будет продолжаться где-то 18,5 лет. То есть следующее сочетание вот таких вот планет, Солнца и Луны, и вот то, что Наташа говорила, это где-то будет через 18,5 лет примерно повторение. Поэтому всё, что вот мы сделаем в этот период, окажет влияние на следующие 18 лет жизни. Представляете, как классно? То есть мы можем вот реально за вот этот месяц, по большому счёту, повлиять на свою будущую жизнь. Вот, но для этого нужно, конечно, поработать с собой. И, ну, есть определённые рекомендации, что нужно делать в этот период. Вот, и в первую очередь, это, конечно, работать со своим сознанием. А правильнее сказать, наверное, с подсознанием. Потому что, ну, сознание — это то, что на поверхности. А управляет всё-таки нами более такие глубинные, подавленные какие-то эмоции нами, которые мы не осознаём, не управляем ими, то, что управляет нашей жизнью. Вот, и в этот период оно наиболее сильно может проявляться и выходить на поверхность, потому что влияние и затмения, и Солнца, и Луны, и вот этих всех планет, оно очень сильно сказывается в этот период. Вот, и влияние подсознательных программ, вот как ты правильно сказал, связано с родом очень. То есть в этот период очень хорошо прорабатывать родовые программы. То, что связано с нашими предками. А это влияние семи поколений. Семи поколений, которые влияют на нас, и семи прошлых жизней, если взять. То есть семь прошлых наших жизней, семь поколений, которые влияют на нашу жизнь. Но наиболее сильно влияет на нас это три наших последних жизни и четыре поколения, которые были перед нами. Это наши родители, первые, безусловно, потом родители, потом дедушки-бабушки, прадедушки-пробабушки. То есть это те программы, которые влияли на нас. И этот период, он позволяет нам их трансформировать, позволяет быстро и эффективно поработать в этом ключе. Ну, я вот еще раз повторюсь, наверное, но я люблю эти периоды, потому что трансформация идет на глазах буквально. Во-первых, Вселенная сама подсказывает нам, дает вот эти ситуации, дает нам какой-то всплеск. Вот мы с Наташей просто это чувствуем на себе часто. Мы на себе это проверяем, делаем какие-то практики, получаем этот опыт, иногда и часто очень болезненный. Но, тем не менее, пройдя вот эти ситуации, мы потом делимся с другими людьми. То, что у нас получилось, то, что у нас проработалось, то, что у нас трансформировалось в нашей жизни. И самые лучшие практики, которые работают в этот момент, это практики осознания единения с Вселенной. То есть мы начинаем понимать, что вот в этот период еще больше, что Вселенная настолько едина, что Бог вот все, что нам дает на самом деле, мы же привыкли получать как? А в жизни положительное. Мы стремимся только к хорошему. Мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. То есть хорошие отношения, хорошие деньги, хорошая работа. И мы как-то все на положительное настроено. И благодарим Бога, когда к нам приходит положительное. А когда приходят отрицательные какие-то моменты, когда приходит какое-то не очень приятное, не очень какое-то такое, может теряем деньги, может быть там ссоримся, еще что-то. Но в этот момент говорим, ну как-то плохо все, не очень хорошо и расстроены. И не принимаем вот эти ситуации. Но на самом деле Бог и Вселенная проявляют себя одновременно и как хорошее, и как нам кажется негативное. То есть на самом деле вот эти ситуации, то есть есть плюс, есть минус. И это как чаши весов, это вот как то, что заставляет нас развиваться. Это на самом деле двигатель нашего прогресса, двигатель наших ситуаций. То есть не ситуации, а двигатель наших, скажем так, нашей жизни. Чтобы получить какой-то ресурс, должен быть конфликт на самом деле. Без конфликта плюсы и минусы нет развития. И когда вот приходят вот эти вот ситуации, скажем так, с нашей точки зрения негативные, мы их тоже должны воспринимать как подарок Вселенной. То есть Бог нам дал положительное, мы его благодарим. Но когда оно пришло с нашей точки зрения не очень положительное, мы тоже должны благодарить Бога за это. То есть мы должны воспринимать, и это тоже дал Бог. И именно вот в этот момент происходит понимание, что Вселенная и Бог, Он дает тебе... То, что надо для роста. Да, то, что тебе нужно, необходимо, действительно. Именно твоей душе, я так понимаю, да, что именно тут заключение... Рустам говорит именно о росте души, не о росте нашего материального состояния или ещё чего-то. Именно в эти моменты начинает расти наша душа, потому что происходит определённая закалка. И душа-то сюда приходит именно развиваться. И для глубокого вспоминания о своей истинной сущности, о том, что она с адчитаном, полна вечности, знания и блаженства. И пока мы действительно не вспомним, кто мы такие, для чего мы сюда пришли, мы так и будем, наверное, гоняться вот за этими материальными благами. Я их абсолютно не отрицаю. Это очень хорошо и очень благоприятно, потому что они тоже дают нам возможность развиваться, изучать все эти знания. Но всё-таки мы сюда пришли именно для того, чтобы научиться принимать, вот именно принимать с любовью и с радостью все вот эти травмирующие ситуации. Я знаю, что у тебя сейчас ситуация в жизни происходит очень такая, довольно-таки непростая, связана с твоими близкими, с твоими детьми. И я понимаю, насколько это Бог тебе сделал подарок, для того, чтобы ты действительно спрогрессировала. Я скажу, Наташа, что ты это заметила, да, потому что это действительно, я как раз хотела сказать, такой опыт невероятный, который даёт огромное понимание вообще законов этой жизни. Действительно, счастье, вот это банальная такая заезженная поговорка, что счастье не только в деньгах, да, но на самом деле мы должны понимать, для чего мы пришли в этот мир. И так важно осознать в этой жизни, да, для того, чтобы потом именно счастье получить. И это крайне важно. Как раз вот через трансформацию, через боль мы получаем намного больше, чем через какие-то интересные ситуации. И этот мир, я думаю, Наташа с Рустамом согласятся, наша земля, да, он создан для того, чтобы как раз для проработки в отношениях. Это самое важное. И там очень важно друг друга поддерживать именно в отношениях, в отношениях с нашими близкими, с семьёй, с родом, с друзьями, со всей этой вселенной, со всем, что вокруг нас. Поэтому это самая основная тема нашей реализации здесь. Это основная тема нашей жизни. И да, мы должны научиться не просто поддерживать друг друга, а именно принимать с любовью вот эти вот удары, которые идут от близких людей, как нам кажется, что это удары. То есть наше эго, понятно, оно начинает страдать, когда эго об эго начинает стучаться. И мы в этой жизни часто проходим тоже эти трансформации. Для нас вот этот, ну, август, он тоже, он начался тоже с таких определённых моментов. Почему мы тоже с радостью вышли на эту программу? Потому что наше эго в начале месяца очень хорошо тоже постучались друг от друга. Но так как мы понимаем, что цель нашего именно союза, в чём она заключена, что мы сюда пришли, почему мы вместе. Потому что мы тот ключик и замочек, которые открываем друг друга. И если мы убежим, разорвём наши отношения, ну, любой развод, любой разрыв отношений, это побед, по сути. По своей это не решение проблемы, для которой мы сюда пришли. то мы не решим ту задачу, ради которой мы сюда пришли. Поэтому, дорогие, любимые наши слушатели, месяц непростой. Старайтесь быть бережнее, относиться друг к другу. И воспринимайте, как нам кажется, удары от близких и любимых людей, как действительно подарок судьбы, как вот именно благословление от Бога, который нам даёт именно новый опыт и новое понимание, что и это тоже всё для меня огромное-огромное благо. Потому что, когда мы начинаем понимать, что Вселенная нам даёт, мы должны научиться принимать, именно принимать, не спорить со Вселенной, а принимать всё то, что она нам даёт. Тогда мы перестаём, ну, терять свою душу, скажу так. Я ещё хочу сейчас добавить, у меня такое логическое добавление есть. И я думаю, что Наташа и Рустам со мной согласятся. На самом деле, джойтиш, ведическая астрология, она даёт вот это, как раз эти ключи к пониманию того нашего предназначения, нашего существования. И она нас очень часто освобождает от вот этих ментальных проблем, потому что для меня лично, я могу только на свой опыт опираться, но те люди, которых я тоже встречаю, которые изучали джойтиш, ну, вот и для меня лично, как только я стала с пониманием и принимать джойтиш, у меня просто жизнь наладилась и стала гораздо успешней и проще, и вообще я стала воспринимать уже многие вещи и проблемы, как уроки, и получать от этого радость. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, Наталья Хамитова, она является основателем астрологической школы, и у неё потрясающие курсы, обязательно приходите к ней. Это нужно не для того, чтобы стать астрологом, это нужно для того, чтобы ты понимал, кто ты такой, и для чего ты вообще в этой жизни родился, и для чего ты пригодился. Сам лично, когда мы разберёмся с собой сами, то наша жизнь просто кардинально изменится и улучшится. Поэтому Наташа нам скажет, когда у неё будет следующий набор, вот, и обязательно, обязательно записывайтесь на курс, там потрясающая атмосфера, я его сама проходила, и знаю, и все девочки и мальчики, которые приходили на этот курс, они получают истинные вообще благословения. Спасибо, Настя. Вот у нас в это воскресенье буквально будет открытая конференция «Астра плюс вас, то равно формула счастья», и я вас всех приглашаю, дорогие радиослушатели, присоединиться к нашей открытой конференции, она абсолютно безоплатная, на которой наши студенты, наши преподаватели и я в том числе будем делиться вот этими знаниями, как действительно, зная просто элементарные вещи, мы можем жить намного счастливее в этом мире. Поэтому приглашаю вас всех на конференцию в воскресенье, она стартует в 10 часов утра, ну, и информация, если вам интересно, вы можете набрать практик-центр Луна, и наш сайт, там будет информация о нашей конференции, ну, и может, ты нам дашь какую-нибудь практику уже, да, конечно, у нас такое хорошее включение произошло, да, я просто продолжу, и вот мы говорили про те ситуации, которые нам даны непростые, и когда мы их принимаем, это один момент, когда идет принятие, у нас освобождается много энергии, то есть мы не сопротивляемся, вот, но второй очень важный момент, и как раз касательно вот нашей практики, это практика благодарения, то есть мы не просто принимаем эти ситуации, мы учимся благодарить, вот, потому что мы благодарим Бога за то, что и вселенную, которая нам дает положительный, как и какие-то моменты, мы благодарим за это, но мы забываем благодарить за те моменты, которые негативные, которые нам дают впоследствии прорыв, вот, потому что когда мы благодарим, мы отдаем, есть благо, дарность, мы благодарим Всевышнего за все, и тогда я принимаю Бога в целом, потому что любовь к Богу, она подразумевает принятие его всего в целом, когда мы принимаем только положительную часть, и не принимаем отрицательную, у нас получается, что мы не принимаем тогда Бога в целом, тогда мы не принимаем его любовь, а это самая главная энергия во вселенной, А нам всем необходима энергия для достижения целей, для достижения каких-то результатов, а получить ее можно только с принятием, с принятием и с благодарностью. Поэтому принимая только положительное, мы не можем получить всю энергию. И тогда нам не хватает энергии для достижения всего. И вот практика благодарения и очень хорошо проводить вот этот период в коридор затмений таким образом, что мы делаем ее по вечерам. То есть когда день прошел, мы перед тем, как отойти ко сну, вспоминаем пять человек, которым мы благодарны. Это первая часть практики. То есть нужно найти в течение дня тех людей, которые, ну, что-то нам для нас хорошее сделали. Вспомнить про них, найти вот именно минимум пять человек и записать. То есть этим людям я приношу свои благодарности. Первые мы сегодня в нашем списке будут Настя и Миша. Да. Спасибо. Да, мы уже благодарны, что вы нас пригласили. И благодарны тем радиослушателям, которые нас тоже слушают. Благодарны, естественно, своим родителям. Еще много людей, которые сегодня тоже нам, наверное, что-то хорошее сделали. Перед тем, как лечь спать, а у нас уже солнце село, мы это сделаем. Вот. Но это сделать легко и просто. То есть те, кто нам сделал положительное, да. А вот те, кто нам принес неприятности. Вот те, на кого мы обиделись. И чаще всего это бывают наши близкие. Вот. Те, кто нам, ну, с тем, с кем мы близко сталкиваемся. Вот. И вот тут второй момент, благодарить этих людей, это вот заключается вторая часть практики. То есть нужно поблагодарить Вселенную, поблагодарить Всевышнего и поблагодарить вот этих людей тоже. То есть мы учимся благодарить и за те моменты, которые нам не всегда были приятны. В этот момент происходит соединение вот этого плюса и минуса, соединение целого. И мы в этот момент действительно начинаем получать большой поток энергии, потому что у нас происходит принятие. Мы принимаем все, что нам дается. Вот. Нужно вспомнить тех людей, которые нам причинили какую-то боль, какую-то обиду или что-то сказали не так. И представить этих людей перед собой. Мы можем вот сейчас прям эту практику делать, если вы хотите. Вот. Она достаточно несложная. Я расскажу, как ее проводить в виде такая расстановка в подсознании. То есть необходимо представить этого человека перед собой. Вот. Ну, вот все радиослушатели, и Настя, и Наташа, можете, и Михаила, если есть желание у вас, представьте, просто вспомните человека, ну, который сегодня, может быть, вам что-то вот, ну, как-то чем-то досадил. Ну, бывает такое. Вот. Или сегодня, или вчера, или когда-то. Это элементарно подрезал даже. Да, бывает, да, на дороге подрезал, и мы просто вспомним вот этого человека. И нужно его представить перед собой. Но перед тем, как провести практику благодарности, у нас внутри всегда есть эмоции. Эмоции, которые не прожиты, как правило, которые мы испытываем к этому человеку. Поэтому сначала нужно освободиться от этой эмоции. То есть нужно внутри, можно вслух, можно про себя, можно написать. Потому что когда мы пишем наша рука, она связана с нашим подсознанием. И когда мы выписываем, мы эмоцию тоже выписываем на бумагу. То есть нужно негативную эмоцию прожить. Опять же, в период затмения это очень важно, чтобы эти эмоции негативные не остались у нас внутри. Потому что когда мы ложимся спать, если мы эмоцию не прожили, она становится непереваренной. И когда мы поели на ночь, Настя, как специалист, очень хороший специалист по Евровиде, знает, что если мы поедем на ночь, она ама остается, непереваренная пища, потом все это уходит внутрь клеток, и потом очень трудно вывести. И вот тоже, если мы непереваренную эмоцию оставили в себе, она точно так же уходит в файлы нашего подсознания и остается там, отравляя наше подсознание. Поэтому очень важно сначала эту эмоцию прожить. То есть мы на этого человека, ну скажем так, просто реально выговариваем ему, представляем его перед собой и высказываем все претензии, во всей красе. Как нам это хочется. По практике, ну это буквально хватает 2-3, иногда 5 минут. Все, после этого у человека происходит такой раз, а мне уже нечего сказать, и у меня как-то все ушло, и мне стало легче и хорошо. То есть нужно высказать в тех формах, к которым мы привыкли. То есть мы эмоцию выплеснули или прописали. Разницы по большому счету большой нет. Можно еще добавить там буквально одну ремарку, потому что я хочу тоже, я делала эту практику, она действительно очень действенная. То есть нужно прямо вот написать, вот если есть грубые выражения, если даже хочется сказать матом, хочется выразиться, то можно это сделать. Вот сказать так вот, как ты бы, может быть, не позволил себе даже сказать никогда лично, но именно вот высказать все абсолютно, выплеснуть до дна, до последней капли. Абсолютно с тобой согласен, Настя. Я и хотел про это сказать, но как-то постеснялся. Потому что иногда, да, даже помогает вот и матом иногда такое бывает. Да, потому что именно наша злость, она иногда в таких выражениях нам хочется сказать, а мы не можем в силу наших приличий. Поскольку это практика работы с нашим подсознанием, то очень важно себе разрешить это сделать, в конце концов, сделай и разреши себе. Иначе не всегда получается все доделать в итоге. Да, самое ключевое – выплеснуть. Выплеснуть иногда хочется прям кулаками постучать, побить кого-то, мысленно представить. Самое главное – вот этот выплеск. Это нормально. В детстве нас отучили проживать эмоции негативные. Нам запрещали их. Родители говорили, нельзя, нельзя там ругаться, нельзя на родителей говорить плохо, нельзя проявлять себя так, нельзя стучать кулаками, топать ногами. И мы приучились к тому, что мы зажимаем это внутри, и это остается. Это очень плохо. И вот в этот период, особенно в период затмений, мы же говорили, что наши эмоции усиливаются несколько раз, иногда в сотни, в несколько тысяч раз. И это влияет на наш следующий период. Поэтому очень важно не держать, а проживать. То есть прожил, ушло. После этого мы уже можем действительно перейти к благодарению человека. Мы можем посмотреть на это с точки зрения не какого-то участка нашей жизни, или временного участка, а более уже с позиции Вселенной. То есть для чего мне эта ситуация была дана. На самом деле, поскольку все едино, все есть, я и Бог един, этот человек, который попался на пути, мне же его Вселенная послала. И послала для чего-то. То есть через этого человека мне что-то показали. Если меня это зацепило, зацепило же меня, значит что-то есть во мне идентичное. Есть то, что меня цепляет, что-то мое. И этот человек дал мне только для того, чтобы он может меня почистить. Может мне что-то показать. Может мне чему-то научить. И когда я уже смотрю с этой позиции, я начинаю смотреть на этого человека по-другому. То есть мне его послали, мне письмо от Бога Почтальон мне принес письмо от Бога, скажем так Этот человек, вот это и есть почтальон Мне кажется, ты знаешь, благодарением мы еще создаем новый паттерн, новое чувство То есть мы чувство уже негативное прожили И мы благодарением начинаем создавать внутри новое чувство А на самом деле работают же здесь эмоции и чувства То, что у тебя внутри То, что действительно ты испытываешь Вот это и будет влиять на всю нашу оставшуюся жизнь А не то, что мы говорим Иногда мы можем говорить совсем другие вещи Совсем не то, что мы на самом деле чувствуем и ощущаем Поэтому, когда мы начинаем искренне благодарить Мы в этот момент начинаем создавать уже новые паттерны И вот эта вот любовь, это принятие Оно начинает культивироваться и расти у нас таким образом И после этого мы действительно меняем уже свою структуру личности То есть наша личность, она становится более любящей, более принимающей И вырабатывает новые хорошие качества Хотя в этом материальном мире качества для Бога они одинаковые Как плохие, так и хорошие Он это создал только для нашего прогресса Он не различает на черное и белое, как мы Поэтому это только в нашем уме все существует И поэтому наша задача с вами научиться принимать Именно внутри принимать Внешняя реакция у нас может быть абсолютно любая Я правильно не помыслила? Абсолютно Совершенно верно, я тоже поддерживаю Очень хорошо И тогда продолжим практику Да-да Сейчас можно Вот, когда мы сделали освобождение эмоций Прожили их Мы опять представляем этого человека перед собой И вступаем с ним в диалог То есть можно проговорить ему вот такие фразы Вот сейчас я буду и говорить, можете их просто повторять И потом осознавать, насколько у вас изменилось внутри состояние Вот, мы опять представляем этого человека И, ну, это определенная формула прощения, скажем так И проговорим такие фразы Так же, как и я, этот человек стремится обрести счастье в жизни Можно прямо внутри вот эту мысль для себя проговорить Так же, как и я, этот человек стремится обрести счастье в жизни Так же, как и я, этот человек стремится избежать проблем в своей жизни Так же, как и я, эта личность сталкивается в своей жизни с одиночеством, разочарованием Так же, как и я, этот человек ошибается Так же, как и я, этот человек заботится о себе Защищает себя Так же, как и я, этот человек проходит жизненные уроки Этот человек не хотел сделать плохо вам Он хотел сделать хорошо себе Так же, как и вы То есть, на самом деле, психология говорит о том, что принцип, мотива другого человека Он всегда не хочет сделать другому плохо Он хочет хорошо сделать себе Он поступает не из позиции навредить нам Он делает из позиции сделать хорошо для себя На самом деле, мотив, ни у кого, как правило, нет Мы не берем преступников, да? Мы берем обычных людей, то есть, наших близких, наших мужей, жен, детей, тещ, свекрови Вот, никто не хочет сделать нам плохо Каждый защищает, на самом деле, какую-то свою боль внутри Какую-то свою ситуацию И поступает из позиции сделать хорошо для себя Защитить себя Вот, и точно так же, как и мы И на самом деле, вот когда мы начинаем вот это осознавать, что этот человек не хотел сделать плохо Мотив у него был хороший, на самом деле Это для него, исходя из его понимания жизни Вот, когда вот приходит вот это осознание У нас происходит внутри вот просто переворот Может, это происходит, наверное, единение Тогда вот А то, о чём говорят действительно духовные практики Когда мы начинаем воспринимать другого как частичку себя И тогда мы начинаем воспринимать этот мир уже Всё полностью, как мы становимся едины с этим миром И вот это вот и есть, наверное, полное, тотальное восприятие мира Восприятие людей, восприятие близких, восприятие Это легко, я понимаю, об этом говорить Вот сидим, вот на бла-бла-бла сегодня разговариваем На самом деле, на деле, на практиках это всё намного сложнее Иногда я говорю, трясёт И по-всякому бывает И вот у нас в жизни, я говорю, точно так же по-всякому, я говорю, бывает И в отношениях бывает Ну просто, дорогие радиослушатели Не бойтесь этого Идите туда Потому что если вы это проходите Потом отношения И потом ваши ощущения Ваши отношения к жизни Они меняются кардинально Мы действительно начинаем на другого человека Смотреть совсем по-другому Мы его начинаем тотально принимать Мы начинаем тотально принимать себя Что вообще самое главное и самое важное Как ты сегодня тоже, Настя, сказала Я поняла, аж наконец-то Зачем вообще мне это всё надо Я всё Тогда представляешь, какое огромное количество энергии Начинает высвобождаться Мы становимся тем, кто мы есть на самом деле Всё, и мы начинаем здесь творить Тогда мы уже сотворцы Потому что на самом деле Задача любого человека Стать сотворцом здесь То есть, потому что мы все созданы По его образу и подобию И наша основная задача Здесь научиться творить В этом материальном мире Творить без ограничений Вот эти вот рамки наши Вот эти все программы Родовые сценарии Это настолько нас всех сдерживает В этой жизни И когда мы снимаем с себя Вот какие-то вот эти вот вещи Как Рустам говорит Проживаем свои эти Непрожитые эмоции Позволяем себе Как ты, Настя, иногда говоришь Матом Высказаться Высказать Прожить себя И потом наполнив себя благодарностью Мы становимся Совсем другими людьми Потому что Эта вселенная Она Понимает Ну что уже с этими делать Пусть творят уже Что хотят То есть мы действительно Начинаем исполнять Свои желания Потому что человек У кого очень много энергии Он может вспомнить Любое свое желание И даже если опять происходит Что-то в этой жизни Что-то такое негативное Как с обычной Мирской точкой зрения Это проходит очень быстро И опять это Новый виток Для твоего роста Вот у меня сейчас вопрос возник Как раз ты, Наташа, сказала Про желания У меня просто вот эта тема Сейчас несколько дней подряд идет Рефреном там Через моих друзей Она ко мне приходит А вот что делать Если желаний нету Если человек не знает Что он хочет Есть какой-то совет И может быть он Именно в этот астрологический период Он может быть как-то реализован Вот есть ли у вас Какой-то экспресс Такой метод Потому что я пришла к выводу Что очень многие люди Они на самом деле Не знают, что хотят Они живут исключительно Моделями, навязанными обществами Особенно вот здесь Мы живем на Западе И здесь вообще существует Определенный паттерн Что мы должны из себя представлять И какой мы должны быть И это навязано так Что я вот смотрю В обществе Оно просто везде Работа, покупка дома Дети, колледж В общем, абсолютно Люди не в состоянии Даже выйти за рамки Этих границ Это ужасно И я столкнулась с тем Что очень многие люди Они не в состоянии Сформировать свои желания А вот Рустам Наверняка у него Есть такой-нибудь совет По этому поводу Ну вообще интересный вопрос Я часто тоже задумался Над этим вопросом У нас тоже в России Много людей Которые действительно Не знают Чего они хотят На самом деле То есть желаний И много навязанных Даже трудно Наверное, сразу Экспромтом Так что-то сказать Но в первую очередь Нужно захотеть Понять, чего я хочу Для этого нужно задать вопрос Кто я? Потому что большинство людей Не задается этим вопросом Мы живем же на уровне ума А ума много желаний Которые нам навязаны А ум Мы же не являемся умом На самом деле Вот И поэтому действительно И счастье это не испытываем На уровне ума Трудно испытать счастье Вот Поэтому сначала Надо разогнаться вопросом Кто я? И Понаблюдать За своими мыслями И когда я начинаю Наблюдать за своими мыслями И за своими желаниями Я действительно Начинаю чувствовать Что Ну вот это не мое Это не мое Это не мое Вот А Затем я начинаю Чувствовать Какие-то Вот состояния Отрешенности От этих мыслей То есть от этих желаний От этих Каких-то моментов И вот тут Вот появляются Вот эти промежутки Скажем так Промыски Сознания Что вот Кто я? Я могу наблюдать За своими мыслями То есть я тот Кто наблюдает Я душа То есть я Связан каким-то образом Ну с чем-то другим Не просто вот с этими желаниями И вот когда вот это Приходит состояние Приходит покой ума Не ума даже А покой разума Или покой души И вот в этот момент Появляется вот Какой-то внутренний свет То есть появляется Просто состояние радости Вот радости и спокойствия Потому что спокойствие Дает вот оно Другое состояние Вот Когда у меня нет Действительно много эмоций Когда у меня нет там Злости, обиды Или раздражения Вот тогда я начинаю Чувствовать вот Желание Своей души Своей души А это просто радость Это вот Радость Не просто хорошо И мне тогда хочется Что-то сделать для других Хорошего Вот отдать Вот это желание Отдачи Благодарности Я начинаю благодарить Я вот не знаю Насколько я понятно Для других говорю Может быть Ну то что вот Мое внутри Я начинаю чувствовать Вот действительно Тогда счастье Вот желание Появляется Быть просто Отдающим И счастливым Вот когда ты отдаешь Ты становишься счастливым Потому что энергии Много Вот Появляется сразу Сил много Появляется И Когда вот все Другие желания Они вдруг тоже Становятся Какими-то Ну нормальными То есть И они на самом деле На втором месте Может быть уже После вот Желание отдать сначала Но они приносят Радость Вот Потому что Просто сами по себе Желание Радость И исполнение Не приносят Можно я шифрую Как я понимаю По-женски Вот я как по-женски Рустаму поняла То есть Он говорит о служении Он говорит Чтобы понять Вот эти желания Иди и служи То есть Иди и отдавай Благодари Да Благодари И тогда у тебя Действительно Уже начнут Проявляться Истинные Твои желания То есть Его секрет Это служение Его секрет Это отдача Допустим Для меня То что Настя Твой вопрос Я тоже сейчас Быстро подумала Своими женскими мозгами Которые моментально Подключаются Ко всем модемам Для меня Ключевое То что сказал Рустам В начале Было То что Нужно успокоить Свой ум Чтобы понять Истинные желания Своей души Нужно чтобы Женский ум В особенности Он был очень спокоен Для того чтобы Мой женский ум Был спокоен Что я предпринимаю Чтобы услышать Свои истинные желания У нас есть Дача на Аркаиме Ты знаешь Это прекрасное место И я просто уезжаю Туда уединяюсь Аркаима Еще это то место Которое позволяет То есть Там просто Внутри Перестает болтать Все Ну ты тоже Испытала Воздействие Этого места И поэтому Когда внутри тебя Перестает болтать Куча Непонятных вещей Ты начинаешь Слышать желания Своей души И поэтому Вот мой будет Совет наверное Такой Не бойтесь В эти моменты Когда вам трудно Когда вам тяжело Уехать куда-то Лучше в одиночку Потому что В этот момент Мы начинаем Слышать голос Своей души У кого-то Это океан Как у тебя Я знаю Тоже у тебя Есть там места Силы Куда ты уезжаешь И ты прекрасно Слышишь голос Слышишь голос Своей души У меня Это Аркаим У Рустама Это служение Мы все разные Для женщины Самое главное С моей точки зрения Нужно Успокоить ум Мне помогает Перемена места И вот именно Это место Оно должно быть Благостным И спокойным Ну я еще Хочу добавить Что в принципе Очень помогает Школа психологии Рустава Тоже Разобраться Поэтому Когда Рустама Стартуют потоки Это такое место силы Удивительное Стартуются потоки По школе психологии Поэтому Дорогие друзья Даже если вы живете Так как я В Калифорнии Это возможно Пройти эту школу Удаленно И это очень Очень здорово Это сильнейшая практика Ту практику Которую Рустам Вам сегодня дал Он дает Огромное количество Практик Вообще Во время Прохождения Этой школы Мне кажется Это вообще Нужно каждому человеку Опять же Не обязательно Чтобы мы Становились Профессиональными Консультантами Или психологами Потому что Те знания Которыми делится Рустам Именно В процессе Своего служения Это истинный подарок Это божественный дар Спасибо тебе Дорогой Я очень Тебе признательна За это И Наташ Я не знаю Подготовилась Ты не подготовилась Но вдруг Я хочу спросить У тебя есть Какие-нибудь Такие Экспресс Рекомендации Для знаков Вот на этот Период Сложный Может быть У тебя Что-нибудь Уже есть Такое Заранее Нас осталось Буквально Там Пять минут Мы Быстренько Пробежимся Чтобы на такой Ноте Более динамичной Закончить Нашу программу Хотя я знаю Что мы с вами Можем говорить часами Это не для одной Программы Да Конечно Для каждого Знака В принципе Есть определенные Рекомендации Но опять же Это все будет Очень так условно Потому что Лучше конечно Все-таки Смотреть Полностью Гороскоп Человека Потому что Ну есть периоды Их никто не отменял Есть транзиты Их тоже никто не отменял Но вот Скажем Что самое простое Допустим Мы можем Сказать Для восходящих Овнов Или для тех У кого Лунные Овны Знак Девы попадает В шестой дом Это дом Долгов Рогов Болезней То есть Нужно быть Крайне аккуратными С этими вещами Этим людям Поэтому Следим за здоровьем Следим за финансами И ни с кем Не конфликтуем Тельцы Для тельцов Это совсем Другая картина Уже будет Здесь у нас Включается Пятый дом Пятый дом Очень благоприятный Это дети Это ученики Это творчество И это Пурвапуния Кредит с прошлой жизни И поэтому Здесь вот эти Все моменты Они могут Активизироваться Очень хорошо Если особенно Есть поддержка В гороскопе Заложенная Для близнецов Для близнецов У нас получается Здесь включается Четвертый дом Четвертый дом Гороскопа Это отношения С мамой Выходят На передний план И для тех У кого не решена Программа с мамой В обязательном порядке Решите ее За этот год Очень хорошо Отработать отношения С мамой Также может Измениться Ваше Движимое Недвижимое Имущество Я надеюсь В лучшую сторону Для восходящих раков Как для тебя Настя Это тоже Очень интересный Год Будет Потому что Здесь включается Твой третий дом Гороскопа Это Короткие путешествия Я думаю Ты будешь Очень много ездить Тем более Ты очень любишь Ездить Это литературное творчество Тебе не отвертеться В этом году Дорогая Юпитер идет транзитом По твоему Третьему дому Книга с тебя Поэтому Коротко Ну и какая-то Деятельность Связанная с руками Тоже может быть Может ты спортом Каким-то увлечешься Связанным с руками Подумай Что бы ты хотела Как бы Руками Может Ну не знаю Может какие-то Мудрые там Выучить в танцах Или еще что-то Прекрасное Сотворить Спасибо Для львов Это включается У нас Рустам Лев Как по лагне Так и по луне Для него будет интересный В этом плане год В плане финансов И в плане Его семьи То есть Здесь включаются Именно родовые Тоже какие-то динамики Ну и какие-то изменения По финансам Должны происходить Но тоже Работа опять же Родители Родовые программы Рустам Так как преподает Эти вещи И он прорабатывает Соответственно Тоже это все Очень быстро Восходящее дело Я уже коснулась И могу повториться Зачинайте Рожайте Улучшайте свое здоровье Для вас Очень благоприятно Юпитер идет Транзитом По вашей луне Или по вашей лагне Для весов Здесь включается Двенадцатый дом И здесь Очень благоприятно Весам заниматься Йогой Что Какими-то Может путешествиями Заграничными Именно по шрамам Связанными С духовными Вещами И Ну Периодами Уединяйтесь Для вас Это будет Очень благоприятно Для скорпионов Здесь включается У нас Одиннадцатый дом У вас Могут вырасти Финансы И какие-то Тоже неожиданные Возможности Потому что Транзит Юпитера По одиннадцатому Дому Для финансов Очень благоприятен Для стрельцов У нас Включается Десятый дом Здесь У нас Карьера Поэтому Ваши устремления Они каким-то образом Могут быть связаны С работой Для кого-то В хорошем Для кого-то В плохом Варианте Для козерогов Это очень интересный Тоже транзит Потому что Здесь включается Девятый дом Это Бхагия Это удача Это Отношения с нашим Папой Кто-то из вас Может найти Духовного учителя Потому что Транзит Юпитер Идет по Девятому Дому И Здесь может сыграть Благословление Тоже Прошлых Воплощений На То Что вы Встретите Своего Гуру Для Водолеев Это Будет Такой Очень Непростой Скажем так Транзит Точно так же Как и для России Потому что Вообще В карте России Говорят Проявлен Этот знак Очень сильное Изотмение Но происходит Связано Тоже с этим Знаком То что По финансам Я Настя Тебе хотела Сказать Для России Я надеюсь Что мы Проскочим Конечно Дефолт И все остальное Не только Америка Я думаю Россия Тоже Триханет В плане Денег В этом году Поэтому Будем Молиться И будем Настраиваться На позитив Скажем так Но в плане Финансов Год 100% Непростой Так И у нас Остается Знак Рыб Здесь У нас Включается Очень сильно Партнерство Потому что Напротив Знак Рыб Находится Знак Девы И рыбы Вы можете Найти Свою Вторую Половинку То что Я вам Желаю У кого Нет И я Буду Очень рада Если Мои Все те Кто Обращается Ко мне За консультациями Тоже Найдут Свою Вторую Половинку Для того Чтобы Отработать Эту Замечательную Карму Которую Мы проходим В семейных Отношениях Благодаря Которой Мы так Растем Действительно Я Очень Рада Сегодняшней Нашей Возможности Настя Благодарю Тебя От всей Души Очень Тебя Люблю И Очень Люблю Вашу Программу Спасибо Тебе Большое За тот Свет За ту Любовь Которую Ты несешь В этот Мир Людям Всем Спасибо Мои Дорогие Я вас Тоже Нежно Люблю Целую Обнимаю И В общем Извините Дорогие Радиослушатели За такую Немножко Неформальную Обстановку Но это Действительно Люди Которые Составляют Мою Духовную Семью И я Благодарна Что они У меня Есть И я Всех Приглашаю 14 августа Присоединиться К Астровасту Интенсиву Равну Формулу Счастья Которую Будет Проводить Наталья И ее Ученики И преподаватели Школы Астрологии Реально Как только Эти знания Начинают Входить В вашу Жизнь Жизнь Начинает Меняться Это Удивительное Ощущение И Когда наша Будет запись Готова Обязательно Я размещу Ссылку На Астровастую Конференцию У нас В комментариях Внизу Под нашим Видеом Спасибо Еще раз Рустаму И Наталье Хамитову Я надеюсь Что у нас Это будет На постоянной Мы стараемся На постоянной основе Потому что мы Большие друзья И друг друга Всегда очень поддерживаем И помогаем И это очень важно Когда у тебя есть Такие люди Которые тебя Поддерживают Помогают И остаются с тобой На одной волне С вами была Программа Женская гостиная На волнах Интернет-радио Сангейтс Оставайтесь с нами 24 часа в сутки Из любой точки мира 7 дней в неделю Мы вещаем Через интернет А наша программа Выходит по четвергам В 11 часов По времени Чикаго 9 часов утра По времени Сан-Франциско 19 часов По Москве И Ребята У вас было 9 вечера Да? У нас с тобой 12 часов Да В Екатеринбурге И Челябинске Было 9 Да? Сейчас уже 10 Уже вечер Вот Спасибо еще раз Спасибо большое И оставайтесь с нами На волнах Радио Сангейтс Мы работаем для вас Спасибо большое Спасибо Настя Спасибо Рустам Наташа И друзья До новых встреч Если у вас есть вопросы То это Тройное W SunGates Radio 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 Это SunGates 108 Есть такой Скайп Где вы можете Оставить свои Замечания И предложения И задать свои вопросы Ну и Кто хочет Позвонить Совершенно Случайно С любой Территории Код Страны Единица Ну а телефон 847-226-9956 Это телефон Центра SunGates Будем рады Общению С вами Дорогие друзья Программа Записывается Так что вы Всегда сможете С ней Ознакомиться Те кто ее Не слышали И прослушать Еще раз Потому что Все то что Сегодня говорилось Очень интересно Очень Мы будем Смотреть в будущем Мы будем Все это дело Имейте ввиду Так сказать Мы записывали Все даты Так что Будем Все это дело Потом проверять В действии Всего доброго Спасибо вам До свидания До свидания До свидания